Уважаемые друзья, на нашем форуме здесь с нами принимают участие в наших торжествах человек, который был в нужное время, в нужном месте, вместе с Ахмадом Хаджи Кадыровым, нашим первым президентом. В свое время был рядом с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым, сегодняшним главой Чеченской Республики. Всегда живо принимал участие на наших мероприятиях, радовался, когда нам хорошо, был в печали, когда нам было плохо. Я предоставляю слово заместителю полномочного представителя президента Центрального федерального округа Зязякову Мурату Магомедовичу. Пожалуйста. Дорогой брат Рамзан, уважаемые гости, друзья, сегодня поистине великий день. Сегодня не просто какое-то знаковое событие, сегодня день, десятилетие, день, когда Чеченская Республика сказала всему миру, и чеченский народ сказал всему миру, что мы хотим жить нормальной человеческой жизнью, не выживать, как это было до этого, а жить. И мы бы никогда с вами не сидели бы в этом зале, мы бы никогда с вами не проезжали бы по красивейшему городу, мы бы не видели бы улыбки детей, мы не увидели бы по-доброму светящиеся глаза наших старейшин, если бы в свое время Ахмад Хаджи Кадыров, герой России, действительно подлинный национальный лидер, в тот период не стал бы во главе народа. Вы знаете, исторические события судятся по тому, что они дали по своему, по сравнению с тем предшественниками. И мы сегодня можем с вами говорить о том, что именно история, именно в истории любого народа, этноса, появляются люди на определенном историческом этапе, которые своей волей, своей мудростью, своей самоотверженностью, своей жерственностью делают так, чтобы кругом было хорошо. Я очень много работал и очень много общался, и мы очень много говорили по ситуации. Действительно, и многое по сегодня, мы не могли понять, что происходит. Мы помним, что накануне уходящее союзное руководство, приходящее российское, доказывали друг другу, кто важнее, кто мастер, кто подмастерье. И разменной монетой решили почему-то сделать определенной силой чеченский народ. Да, была трагедия, да, была кровь, но у них ничего не получилось. И сегодня возвращаюсь к сегодняшнему нашему общению с вами. Мы сегодня вспоминаем Ахмад Хаджи, и кто-то скажет, что, знаете, он был, может быть, такой слишком жесткий. Нет, он был человек, который внешне казался такой очень суровый. Он очень добрый человек был, поверьте мне, я говорю то, что знаю, и очень ранимый человек. Он был в том, что переживал за свой народ. Вы знаете, можно быть носителем языка, можно говорить прекрасные слова, а он из тех победителей, которые не говорят громкие слова, а делают громкие поступки. И еще раз хочу сказать, что он с огромным уважением к нему относился, президент страны, Владимир Владимирович Путин. И бывало так, несколько раз у меня бывало так, что мы говорили с президентом страны о руководителе Чеченской республики, о человеке, который для меня был, я считал, как старшим братом. Потому что в нем была мудрость человеческая, религиозная, светская и такая бытовая. О нем можно говорить до бесконечности. И вот когда Владимир Владимирович говорил, ты знаешь, это очень надежно, это наш человек. Нам не надо делать так, чтобы за него переживать, что он куда-то. Это человек, который всем своим существом любит чеченский народ. Это человек, великий чеченец, великий кавказец и великий гражданин России. И я хочу пожелать чеченскому народу огромного жизненного счастья. И чтобы во главе был национальный лидер Рамзан Ахмадович. Рамзан Ахмадович, я вам скажу по-простому. Никогда, никогда в жизни орлы стаями не летают. Не обращайте ни на кого внимания и вперед.